Встречи с руководителем управления ГИБДД ивановские блогеры ждали давно. Слишком много вопросов и претензий накопилось у горожан к этому ведомству. Дмитрий Костерин сразу же предупредил обитателей соцсетей, что любое мнение, даже отрицательное, для него ценно. Осознательная часть граждан, которые готовы участвовать в обеспечении безопасности дорожного движения. И считаю, что вас коллегами тоже в этом вопросе. Так или иначе, все вопросы блогеров касались одного – хамство на дорогах, нарушение скоростного режима, пренебрежение правилами неправильной парковки. Есть такая у нас зона, которую все знают, мертвая, да, это серебряный город, когда стоят знаки о том, что стоянка запрещена, машина стоит, никто не нарушает вроде бы, то есть штрафы не собираются, то есть непонятно почему не работает ГИБДД. По мнению обитателей соцсетей, хамство на дорогах – результат безнаказанности. В городе слишком мало экипажей ДПС, поэтому справедливой карой нерадивые автомобилисты не боятся. На это руководитель ГИБДД возразил, если бы не было хамства, возможно, и свободных экипажей было бы больше. Есть приоритеты в расстановке нарядов, есть приоритеты в работе, я еще раз говорю, и в связи с этим мы работаем. Мы параллельно и работаем, и постановка общественного транспорта, инспектора также работают. То есть у нас все это есть, но еще раз говорю, есть и свершилось ДТП, это главный принцип, наряд уходит туда. Были и другие злободневные вопросы. Например, почему правилами дорожного движения пренебрегают те, кто должен подавать пример. У меня создалось такое впечатление, что у нас самые главные и основные нарушители – это сотрудники МВД. Дело в том, что основные проблемы – это Октябрьский РВД, где припаркованы машины сотрудников, скажем так, безобразным образом, Ленинский РВД, там вообще репьющий факт, и Управление внутренних дел. И еще добавить к этому, переулок Семеновского налоговая, тогда возникает вопрос. Если такие требования у МВД к себе, то какие основаны тогда, скажем, к простым-то жителям выдвигать? За другие ведомства Дмитрий Костерин говорить не стал. Только за свое. В первую очередь, с моей точки зрения, сотрудники полиции, особенно свои сотрудники МВД, у меня не должны нарушать право дорожного движения. Вот это как бы моя точка зрения, моя позиция на сегодняшний момент. И первый, кто снял машин со служебных тонировку, это было наше управление. В том числе, я даже запретил на машину, которая имеет фотографическую окраску, иметь всякую тонировку даже в соответствии с ГОСТом. Костерин также добавил, что совсем скоро на улицах появятся патрульные автомобили, оснащенные парконами, специальными камерами, фиксирующими нарушения парковки. Им все равно, патрульная это машина или представители власти. Все, кто паркуется не по правилам, получат от госавтоинспекции письма счастья. Наталья Романова, Андрей Семивулков, РТВ Иваново.